В 33-м году будет 200 лет, но сейчас готовимся к тому, чтобы сделать капитальный ремонт, потому что, ну видите, в каком состоянии. Это прихожской дом. Там воскресеньская школа, там живут священники, монахи, я тоже монах, иезуит. А здесь это здание, и это, это католическая гимназия, школа, единственная католическая школа в России. Но католическая, это не значит, что только для католиков. У нас 190 детей, а католиков 20. А все остальные, или православные, или неверующие, или мусульмане, протестанты, ну вот все. Это школа, ну, программа, да, да, программа государственная, так, что ты заканчиваешь эту школу, идешь в университет. Вот, ну, с первого по одиннадцатый класс. И еще, здесь не видно, но там, за храмом, еще есть дом сестер матери Терезы, которые занимаются бедными, нищими. Там у них приют для тех, кто, ну, выходить из зависимости от алкоголя, да, кто, вот, они помогают. Типа, как реабилитационный центр, такое что-то. Да, да, да. И они кормят каждый день, там, кормят, приходят бездомные, но единственное условие, чтобы был трезвый. Если кто пьяный, то, вот, не дают, да. А штат сестер большой? Их четверо, четверо, да. А у нас тоже монахов здесь. Трое священников и один молодой, который готовится к тому, чтобы стать священником. Два поляка, американец и один армянин, родившийся в Грузии, с русским паспортом. Вот так. А вы сами откуда? А я поляк, я из Польши, да. Ну, вы здесь уже давно. Ну, 8 лет будет, в октябре исполнится 8 лет. А до этого кто-то другой был здесь, да, настоятель? А, ну, да, да, это после коммунизма, но в 91-м мы нам отдали храм, вот, там мы покрасили его только чуть-чуть, ну, и потом уже начались службы. Уже было несколько настоятелей, да, а я вот 8 лет. Понятно, понятно. А храм в честь... А храм в честь Богородицы, покрова Пресвятой Богородицы, да, он в 1833 году построен с сильными паяками, которых царь сослал здесь за, как наказание за то, что они участвовали в восстании против царской власти, да, в Польше. Ну, и они приехали, и они сказали, что вот, а мы, нам нужен католический храм. И так представьте себе, что не только что им разрешили собирать деньги, не только что там позволили, чтобы из Польши присылали деньги, но также губернатор из... Вот своих денег, губернаторских денег дал там какую-то часть на то, чтобы... Устроили храм, да. Так что, ну, надеемся сейчас, что мы сделаем ремонт, собираем деньги. И вот в воскресенье это будет такая большая... большой праздник, католический фестиваль. Да, да. И вот будем тоже собирать деньги на ремонт храм. Понятно. А там мы видели этот орган, да, небольшой? Да. И это в Томске два органа только. В органном зале в филармонии и здесь. И у нас тоже бывают концерты, да, потому что... Ну да, это духовой, настоящий орган. В католическом храме всегда должен быть орган, да. Он звучит как-то постоянно на службах или нет? Да, если только органист есть. Но сегодня его не было, но воскресенье всегда звучит, да. Понятно. Вы тоже здесь живете при церкви? А вот, да, там на втором этаже, да. Понятно. Ну, может, чуть-чуть проповедь еще. Проповедь? А проповедь нет. Ну, хотя бы приветствие. Да, вот. Всех приглашаем в Томск, в католический храм и гостей, и тамичей из других, да. И, знаете, нам всегда приятно, если мы общаемся с другими. Здесь наши друзья православные, много есть таких и священников, и мирян, которые к нам приходят, и протестанты. И каждый год сделаем такую молитву про единство христиан, да. Ну, да. Так и живем вместе. Хорошо. Спасибо, Андрей. Все. Алексей. Алексей, Алексей. А, извините. Алексей. Алексей. Стэпс П Р Cosмар. Продолжение следует...